Привет. Ну здравствуй. Ни фига у тебя башмаки классные. Это типа с пальцами? Спасибо, спасибо. Типа с пальцами. Удобно ходить? Удобно. Здороваться будешь? Алина. Я знаю. Очень приятно. А тебя как напомню? Ты что, не помнишь? Ты что, мы же переписывали? Алло. Ты что, реально не помнишь? Сережа? Кого? Да, Сережа. Почти, Саша. А, Саша, Саша. Ну ты пройди, пожалуйста. Божество. То есть мы переписывались, типа пошли, ты пошла навстречу и не знаешь, ну как зовут? Запамять его, прости, пожалуйста. У тебя много переписок просто, да? Такой день, да, прости, прости. У тебя еще шляпа красивая, сеточка. А сеточка зачем? Очень от солнышка помогает. Нет солнышка. Есть солнышко. Где? Пасмурно. Только что скрылось. А, я понял. Ты, наверное, я солнышко просто, чтобы я не ослепил тебя. Посмотрим, сейчас посмотрим. Посмотрим, солнышко ты или нет. Мы куда едем? Да давай прокатимся пообщаемся с ними. В смысле прокатимся? В прямом. А ты куда хотел? Какие у тебя планы были? Слушай, я думаю, мы с тобой в какой-нибудь ресторанчик съездим. Я знаю, классный в центре. Да, серьезно? Ну слушай, может быть и съездим просто, чтобы куда-то поехать. Поскольку мы познакомимся в интернете, как бы было сухое общение, то есть переписка. Мы же должны понимать, как-то мы состыковались с тобой или нет. Логично же, хотя бы, знаешь, как в ресторанчик застольк. Не, но это понятно. Но в ресторанчик ходить с первым попавшимся человеком, то есть, если он не понравится, ну такой себе. То есть, чтобы мне кого-то выбрать, мне нужно, что, допустим, 10-20 девочек отвезти в ресторан, да, как бы. Условно, это как свит-дейтинг. А что, где девушек нет на 20 девочек? Нет, а зачем мне тратить деньги на 20 незнакомых девочек, которые мне не подойдут? Ну, реально. Я хочу уже понравившуюся девочку отвезти в ресторан, в общем, все, и купить там вот эти все дела. Пиздец. Что? Ты сматерилась? Нет, тебе показалось. Ну, то есть, ну, как бы, я считаю, что все-таки там какой-то слегка коннект, как бы там минимум общения должно быть, да, изначально, чтобы было понимание. Поэтому только что, чисто, ну, не знаю, хочешь, можно не кататься, можно там, не знаю, в парк пойти, прогуляться, пообщаться. Нет, гулять, я точно не настроена. Почему? Не хочется. Не любишь гулять или просто сегодня? Ну, не люблю гулять. Серьезно? А чем ты, как ты обычно на досугсую пробуешь? Ну, кроме ресторана? Шопинг. Шопинг. Кастораны, поездки. А поездки, да. Ты вот где любишь отдыхать, скажи, пожалуйста. Да я много где, в принципе, люблю отдыхать. За границей было много где. Где? В Европе, например. Это в каком-то месте? В каком-то месте? Европа. Это край нашего континента слева, как бы, да? Ну, Франция, Париж, например, Брюссель, Амстердам, там, Кёльн. Да, так сразу не скажешь. В смысле? У тебя вообще-то на аватарке тачка совсем другая. А как это сейчас связано с поездкой в Европу? Ну, мне кажется, ты по Египту, с Турцией максимум. По Египту, с Турцией? А как ты это? Какой в троечку? Потому что у тебя на аватарке BMW, а это что такое? И что? Ну, значит, не можете позволить Европу, причесываешь меня? Обманываешь? В смысле? То есть, подожди, чувак, с BMW на аватарке, на аватарке именно. То есть, ты же не знаешь, на аватарке ты его, точке, не его там, он где-то сфоткался, не сфоткался. Да, дело даже не в этом, он, типа, может в Европе быть, а человек, вот, на Киаре, как бы, а не можете в Европе, серьезно? Ты реально так думаешь? Думаю, да. Реально? Угу. Очень интересно, а что в Европу поехать стоит, там, не знаю, каких-то огромных денег? Я не знаю, какой у тебя доход. Ну, мне просто интересно было, как ты сказала, там, по тебе не скажешь, что ты веришь, это был. Гиппетторсия. Гиппетторсия плохо? Кому как, мне, да. Я в такими сценариях. Там было? Нет. А, то есть, ты там не была и думаешь, что это плохо, а как ты так сможешь судить? Да, это для любви. Для пролетариата. Для пролетариата? Угу. Ну, да, не для вас, аристократов, с такими шляпами-то. А что-то без тросточки, там, или что? Тросточка, это только для бабушек, какая тросточка. А, да? Ну, ладно. Так, хорошо. Ты, получается, хочешь, там, по ресторанам? Шопинг люблю. Что покупаешь? Одежду. Красивая. Ну, я понял, что одежду, а что покупаешь? Ксессуары. Бусы? Бусы, какие у меня как-то не логат. Бусы? Бусы, кстати, как у бабушки. Почему как у бабушки? Это современно. Ага. Так, еще что? Ну, а я имею в виду, ладно, понятно, что я тоже, на даже еду. Ну, одежду покупаю себе, там, где-то покушать, как-то культурно, может, культурно программа, там, оболгораживаешься культурно. Я же говорю, езжу по поездкам. По поездкам куда? Торговый центр? Нет. А куда? По Европе. По Европе? Да, катаюсь на неделю, и я отдохну. В Европе тоже была? Была. А где была? Не скажи. Ну, тогда. Секрет. Странно просто. Что, секретный закон, что где-то была, там обсудить надо. Ну, ты же мне не говоришь? Ну, в смысле, я же сказал, где я был. Сказал, я была, ты уходи. Нет, слева, справа. Нет, я же города назвал. А я не назвал. Не называешь. А на моря ездишь? Нет, давно не была. Хочешь свозить? Я? Да. Ну, блин, если, конечно, у нас получится, там какие-то отношения, может быть. Почему вы не... Какие отношения? В прошлый век я тебя умоляю. В прошлый век отношения? А что? Ты сейчас скажешь, что любовь ищешь. Ну, да. Ну, это вообще странно для нашего. Не очень понимаю. Для мегаполиса это вообще, по-моему, очень странно. То есть, типа, в мегаполисе в Москве не ищут любого. Ну, конечно, нет. А что ищут? Еще это удовольствие от жизни. Удовольствие от жизни? Ну, как удовольствие от жизни, вот, допустим, с мужчиной, как ты это видишь? Я езжу по поездкам красиво, интересным местам. Нет, ты понял, как ты за это платишь? А-а-а, ты ищешь мужика, который тебя будет, в общем, оплачивать, с собой убирать, везде там. Бинго! То есть, ты содержанка. Ну, это очень грубое слово. Серьезно? Мне не нравится. Не нравится? А как ты себя называешь? Величаешь? Подруга. Подруга? Ага. Ясно. Ну-ка, скажи мне что-нибудь по-содержански. Шутник, шутник, молодец. Так, а почему, ну, то есть, тебе не хочется там найти, там, вот, человека, чтобы, знаешь, вот, все, бабочки порхали, чтобы ты любила, чтобы ты вот прыгала, хотела все для него делать, там, и он обратно тебе, в твою сторону. А-а-а, почему? Мне кажется, это невозможно в современном мире. А чем современный мир отличается, вот, от несовременного? Ну, это удобно было верить в любовь. Удобно верить? Нищим мужикам это удобно в первую очередь всегда было. Ага. А сейчас я считаю, что нищие не имеют права не влюбляться, не плодиться. Серьезно? А-а-а. А кто им запретит это сделать? Я думаю, девушки поумнели в современном обществе. Ага. Девушки изобретят. Девушки изобретят. А-а-а. То есть, нищий мужик, он не должен размножаться, там, детей, как бы, да, иметь, вот, это все история. Не должен. Зачем платить нищету? Это что вообще? А как-то, да, экономически все будет развиваться, но то, видишь, вот, они не будут платиться, не будет нищих, как бы, кто будет работать, там, на заправках, там, продавцами и так далее. Ну, обычно такие профессии, там, 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 вообще пьете, там, или еще где-то. У гостя, столица. А, гости столицы. Они, на обзору, как бы, сразу, да? То есть, Москва, это, типа, что, некая дворянство, эпицентр. Дворянство, да. А остальные, то есть, вся Россия обслуживает. Подтянет. И не Россия, там, СНГ, или что? Так? Ага. А сама из Москвы? Не скажу. Ты все не скажешь. А ты из Москвы? Я, ты из Москвы. Прям родился? Ну, прям родился. Прям родился и пригодился здесь. Это интересно, на кем работаешь? У меня IT-компания Сара. Небольшая. А что на тачке такой, у бога ездишь? Это Тарман тачка, что тут? И так, что здесь какой-то на спорте? Ты же на свидание идешь. Ну, во-первых, это прям не такое уж свидание. Это, как бы, так скажем, познакомиться. Ты хотела, чтобы я в галстуке был, в бабушке, там ничего, в хаке? Смокинге. Смокинге. Ну, чтобы сразу было видно, вот, дворянин. Дворянин, москвич. А это плохая одежда? Ну, не праздничная, не праздничная. А, а сегодня праздник? Конечно. Наша знакомство. Наша знакомство. 30-е, значит, августа? Да, да, да. День нашего знакомства. Очень интересно. А ты сама, вот и говоришь, там, типа, ничьи не должны размножаться. Ты сама работаешь, что ты делаешь? Ну, нет, я не работаю. А что делаешь? Я же сказала, отдыхаю. И на шокон хожу. Прости за памятство. Слежу за собой. Ага. Очень интересно. Ну, это же все занятия твои в течение дня, всех дней? Еще на маникюр хожу. Ага, еще? Косметолога. Косметолога. Это одно место ты описываешь. Есть какие-то еще места? У нас надо подумать. А тебе какие нужны? Ну, блин, не знаю, может, там, уходишь там на выставки, там, в театры, еще куда-то. Ну, культурная программа, так скажем, в интересные места, может, ты там ездишь на природу, исследуешь, как бы, там, не знаю, там, археологические раскопки. Еще что-то, ну, я так просто накидываю. Ну, это слишком скучно. Книжки читаешь, не знаю. Скучно. Скучно. Хотя книжки, да, иногда бывает. Да. Журнальчики люблю. Какие? Журнал, Максим? Ну, нет, Максима Творского. А, да? Я просто не разбираю журналы, не читаю журналы. Ну, там что? Какие журналы у вас есть? Космополитон или что? Польно. Не знаю, есть такие журналы, нет? Да, есть. Очень интересно пишут. Да? О чем пишут? О любви. О, там о любви пишут, видишь, а ты горишь любви нету. Или что? Ну, просто я не верю в нее. Может быть, и пишут. Ну, почему? Я не верю. Если ты в нее не веришь, не значит, что ее нет. Понимаешь? Почему ты не веришь? Хорошо, давай, что случилось с тобой, почему ты не веришь в любовь? Какая-то травма произошла, может быть. Поиграю в психолога? Да. Вот, хорошо, вот я уже нравлюсь, значит, уже шаг вперед по направлению к любви, правильно? Я не знаю, что за любовь-то и о чем-то вообще. Ну, в смысле? Ты вот хочешь раздать семью? Если есть денежки у тебя. А, а без денег никак? А без денег никак. Ну, какая тарификация? Ну, а что же я буду ходить в манекюн? Делать. Ага. И шопинг, и тряпки покупать. Ага. Ну, за что? Ну, то есть, ты не рассматриваешь там, типа, сама рад зарабатывать, независимым быть женщиной. Крутой, ты же говоришь, что в 21 век любви как бы нет. В 21 веке женщины стараются быть независимыми, а мужчины сами зарабатывают. Ну, вот страшненькие, страшненькие стараются. Страшненькие, да? Да, а мне это зачем? А красивые все, в общем, ни хрена не делают. Угу. Никакой работы, ни бизнеса, ничего, по-твоему. И все. Просто мужик, вот, должен ее озвучить. Да. Ты все верно говоришь. И хорошо, а что ты тогда в поисках, где твои такие мужики, давно ли без отношений? Да вот что-то прям непрухо. На одного недавно потратила три месяца своей жизни. Ага. Просто за нос меня вводил. А чем? Делал вид, что богатый, а сам тачку в аренду брал. Ну, вот видишь, ты говоришь, на аватарке там БМВ, может арендная тачка вообще? Как ты тут узнаешь? Не больше документу не проверяешь. Да, все какие-то. Так, он тебя, значит, на арендной тачке возил, в общем, обманал. И по ходу ресторанных кредит. Ресторанных кредит, ага. А как ты узнал? А как ты узнал это все? Что именно узнал? Что пропал? Ну, что он не отсюда, там, прокатная машина у него, там, вот эта история. Признался. Сам? Да. Как такое? Я тебя обманул. Да? Да. В таком? Это такая. Примерно так. Капец. Проговорился. Не видать ни Египта, ни Турции. Да, я считаю, что в кредит жить и на арендных тачках, ввозить девушек, это непорядочно. По поводу кредитов. Кредит, во-первых, платить надо, это же не значит, чтобы он тебе подарил деньги, как бы. Кредиты берут богатые люди, как бы, все в кредитах живут. Нет. Ну, как нет? Это не разное понимание богатства. Ну, в смысле? Человек идет и покупает за наличку машину. Ага. Вот это молодец мужчина. Смотря какую машину, во-первых. Ну, вот я за наличку взял машину, да. Ну, вот я знаю, там очень обеспеченных людей. Какой? Кью. 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 Ну, берем он, например, там богатый чувак, он там, например, зарабатывает, ну, 2 ляма месяца, но ему, он хочет купить дом за 100 миллионов. У него, чтобы накопить 100 миллионов, это очень долго, потому что ему прочее потеку. У меня плохо с математикой, не надо вот этого. Ага. Смешно. Так, короче, в общем, ты не любишь. Короче, ты, задержанка. Очень грубо. Подруга. Подруга. Девушка-подруга. Вот. У тебя такое немножко раздуто число, ну, это, знаешь, да что это такое? Ну, чувство собственного величия, так как бы, да. Ну, конечно, я же тебя не на помойке на что. А где он наливайки? Ой-ой-ой. Какой шутник батюшки? Сколько там налили? Батюшки. Так. Ищешь мужчину, как бы, последний твой мужчина, ну, тебя обманул, да, он снимал вот это все. Ну, и что, есть какие-то кандидаты, ну, кроме меня, конечно. По тебе все скажи. Просто так, как, так, скажем, диалог в целях поддержки, диалога, интересно. Интересно узнать, что за ты фрукт, как бы, да. Вот, а что, что ты мне сможешь дать в отношениях? Своё внимание. Ты сказал не отношения, ты сказал что-то другое, да? Своё внимание будем видеться, и я буду дарить тебе своё внимание. Внимание. И всё? Ну, то есть ты там, ладно, хорошо, внимание там. Ты не любишь ходить куда-то, я просто люблю там, культурно-программ, как бы, да, там театры и прочее ходить. Сможешь ходить со мной, поддерживать как бы в этом? Ну, не знаю. И куда ты любишь ходить? На долг? На долг? На долг? Ну, в смысле, смотря от мероприятий, зависит от там выставка какая-то, там или театр, там или балет, или ещё что-то. Там путешествовать люблю, ну, блядь. Балет – это скучно. Серьёзно? Да. Почему? Это какая-то вообще дичь. Зачем тратить время? А что не скучно? Ну, кроме шопинга и косметолога. Ресторанчики. Ну, хорошо. Ну, в ресторане что ты сидишь, кушаешь, общаешься. Ну, можно в запрещённой грамме сидеть. Где? В запрещённой грамме. А, класс. А в чём ты так называешь? Инстаграма запрещённой грамме. Ну, мне так нравится. Интересно. Там один интересный психолог. А, ага. Какой? Публикует интересные такие записи. Какой-какой-какой-какой? Да я не помню, как зовут её. Ага. Так. Ну, что интересно, что за запись интересная такая? Ну, например. Ну, как нужно с мужчинами себя вести? Чтобы по ним максимально много тратить. Я понял. Проблема в этой твари. Почему тварь? Которая портит вам мозг. Вот она сидит, она же просто бабки зарабатывает, как бы. Нет, она искренне хочет нам помочь. А серьёзно? Ага. На добрых началах, короче, да? Да. Класс. Ну, так что? Что? В ресторанчик-то поедем? Может, и поедем. Кстати, хорошо, а тарификация какая-то есть? Сколько денег тебе вообще всё равно надо? Вот сколько мы ещё должны зарабатывать? Сколько ты... Он тебе должен давать или что? Ну, не менее 200 тысяч рублей в месяц. Тебе давать или зарабатывать он должен? Мне давать. Тебе давать. 200 тысяч, ну, типа, как некая зарплата, да? Да. Класс. Потянешь? Ага. Айти-компании-то, я думаю, потянешь? Конечно. Только вопрос, она надо, но как бы... То есть, просто я, типа, получил прибыль, допустим, за месяц. И, типа, просто тебе там херакс, перечислят 200 штук, так происходит. И это не общий бюджет, а это именно просто деньги, именно твои, за то, что ты со мной как-то. Класс. Тебе говоришь, айти-компания? Нет, слушай, а можешь телефончик мне починить, что-то, он какая-то царапинка, починить? А лучше новенький купить. Класс. То есть ты незнакомому, ну, так скажем, у них на помощь. Ну, не, ну, все равно, глобально, как-то, да, попрошешь телефончик, реально я должен тебе починить, а что стоим телефоном? Какая-то царапка, неудобно. Смотрите. А, ну, ты сейчас сломан. В инстаграмчик, да. Ага, инстаграмчик. Да, класс. И, думаешь, я, что, купите новый телефон? А почему бы и нет? Класс. Супер. Нет? Ну, конечно, нет. Алло. Как бы, я тебя не знаю, ты мне никто, какой хрен, хрен, я должен покупать что-то. Ну, реально. Ну, жмот, жмот. Да, причем жмот. Есть еще какие-то варианты, кроме... Одно расстройство. По-нормальному, я имею в виду. По-нормальному, это как? Ну, без обращения вот этих вопросов. Такой себе звучит. Да, предложи сам. Ну, по-нормальному смысле. Не ставить вперед, как бы, да, деньги, там, купи мне телефон и еще что-то, там. Давай вместе время проведем, там, мне по кайфу с тобой, вот эта вся история. А там дальше уже прицепом это прицепиться. Мне по кайфу с тобой, Александр. Так. Так что с телефоном? Ну, телефон, телефон точно, как бы, ну, телефон это, ну, что это такое? Есть еще предложитель, какие-то, кроме этого у тебя? У тебя похоже все в этом, да? Может быть, какая-то взаимовыгода, взаимовыручка тебя заинтересует. Я знаю тут... Это что, конечно, да? Отельчик есть один. Тут? Да. А как ты знаешь, тут отельчик есть? Реально. Я знаю этот район. Ты что, все отели знаешь? Да, знаю. Есть один классный отельчик на час. То есть ты мне сейчас предлагаешь поехать в отель? Да. Вот сразу, через 20 минут, через полчаса общения? Да, хочу тебя понимать. Уже не рестораны и прочие вещи, как бы, да, уже отель? Да. Это как мы перескочили там. Вот так. Ну, ну, серьезно. Хочу тебя понимать. Классно. Я так не могу захотеть, как бы, я имею в виду, мне надо пообщаться, по коннект некий. Не понимаю. Так. То есть, это за телефон или что, я не пойму? Нет, из тебя 50 тысяч рублей. Ааа. Ага. Ну, так что? Класс. Ну, слушай, я воспитан по-другому немножко и такие вещи для меня не очень. Я, так скажем, по симпатии, по любви, вот эта вся история. А это, ну, вот так вот предлагают 50 за 50 тысяч поехать мужчине практически незнакомому в Нормантию, то есть, без любви, то есть, ты к нему ничего не будешь испытывать. Он 50 тысяч дает, и ты едешь, так? Ну, почему же? Ты же мне нравишься. Нравится, не нравится, отель приближается, да? Надеюсь. Ладно, давай я тебя до метра отвезу, потому что, ну, для меня ты, ну, типа, падшая женщина. Не моя история. Сам так падший. Давай, поехали до метра.